Разбавитель Разбавитель Кисточку там не моем Только маканием берем жидкость Взяла жидкость Взяла белильца Положи картинку Сюда положи и все Ее можно пачкать Потому что с этого Тирается прекрасно Взяла Вместе с небом Взяла вот это дело Взяла вот это дело И пока просто Перепачкала идеей Множество колебаний Идеей Множество колебаний Вот так Лодочный Характер укладки Лодочный Лодочный Игнорируешь Камни Создашь среду обитания Ты видишь Я пользуюсь странным Способом укладки Вместо того чтобы нормально раскрашивать Я делаю против шерсти кисточки Это создает достаточно хорошее звучание Звучание всех этих колебаний Давай Полностью скрыть все Хотя бы вот этим цветом Просто тупо скрыть Там светлее да Тут чуть видна поколебленность Чем ближе тем больше видна поколебленность Без такого усердия Без такого усердия Какое ты проявляешь Поспокойней Там нет больших колебаний Крупные колебания здесь Тем более что там в принципе невысокий Характер колебаний Но кашится Чтобы вещество было Возьмем мастихинище Возьмем розовый Возьмем коричневый И то что у нас Скалы Начнем их набирать Если хочешь чуть-чуть оставим Оставим Значит тогда вот это вот Верх будет здесь Плюс розовинки Вот наши мазочки сюда Вот они Вот оно Вот он Вот характер укладочки Вот он Вот он Вот он Вот такой Ну и будешь уже Сейчас бирюзовенького Надавим Его там много Так Белиться себе Тоже будешь поддавливать Все это лежит на столах Так что если что Добираешь со столов Красочку Где картиночка Да Переходишь на мастикинчик Вот они То есть пишу одновременно Это и это Вот такое Вот такое Состояние укладки Если надо Розовенькое Состояние Вот они Вот они Но начни не с мелкого А с крупного То есть сначала Просто нашвыряй Нашвыряй Вещества Ты видишь Краской густо Набрана картина Поэтому Нашвыряй Нашвыряй Вот с этими Наплывами краски Нашвыряй Нашвыряй Хорошо Хорошо Давай Давай Мы с тобой уже Освоили Есть еще движение Просто Смотри Просто Оставленные Мазочки Вот так С одного Прикосновения Не вот эту А вот эту Как бы Вспять Вспять Мастихинку Укладывает Вот такое И резьба 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 Множество Доразмешивать Краску Обязательно Чтобы вот этот Полосатый характер Прекратился И пришло Уже Неполосатое Оно и так Там Поперемешается Станет Частично И Синечка То есть Вот это вот Ультрамаринчик И вот так В три цвета Начинаем Набрасывать Это добро Мигание Одного цвета Другого Третьего Все доразмешивать Обязательно Доразмешивать Вот оно Вот оно Ты видишь Синюшка Она иная Чем Бирюза Очень Да Хотя они близкие По холодности То синюшка То березюшка То розовюшка Потом Глядишь Еще и оранжевюшку Подбросим Блюдца Этих Листьев Кувшинок Они должны Все таки Быть Вот этими Вот этими Вот этими Сочвяком Смотри Чирк Чвяк Чирк Сочвяком Вот такими Должны стать Не Маленькими Листиками А Все таки Идея Продолговатого Продолговатого И Если Уж ты взялась За розовый То розовый Пусть Пробежится Везде Не Такими Отдельными Струями Везде Понашвыряла Этот розовый Понашвыряла Если Взялась За бирюзовый То везде Прошлась Бирюзовая Кроме того Первые Проявления Света Создать Можно Взять Этот Кадми Красный Свет И первые Проявления Света Ломанно Укладкой Ломанной Укладкой Начать Создавать Ломанной Ломанной Хорошо? Рубленной Ломанной Значит Не должно быть Внятно Косого состояния А если Косое состояние Ты видишь Стайка рыбок Поплыла вверх Поплыла вверх Поплыла вверх В меньшей степени Здесь Сильно здесь А это все Горизонтально Стайка Этих Рыбок Могла бы Поплыть Но Поплыть Скорее По другой Траектории Вот По такой Но При этом Сама Стайка Укладывается Очень Горизонтально Не По косой Очень Горизонтально Но Зигзаг Который Создает Она Может иметь Косой Характер Прибоя То есть Прибой Движется Вот Этими Ступенями Ступень Одна Ступень Другая Но Сами Мазочки Очень горизонтальные Не по косой Очень горизонтальные Но вместе создают Косой Уклон Прибоя И так Создать Идею Косого Уклона Прибоя Но Сами Мазочки Только Горизонтальные Стайка Рыбок Не должна Двигаться По этой Траектории Должно быть Все Очень Горизонтально Просто Дополнишь То что ты положила Дополнишь Внятно Горизонтальными А может быть Даже Противостоящим Направлением Чтобы Сбить Этот Уклон Чтобы Его Сбить То есть Это все должно Лежаче Лежаче Никакой Стайки Вверх Но Зигзаг Ступени Да Так Деревце Тоже Наметим Голубой Желтый Вот Такое Деревце Макательно Моделировательно Насадишь Светики До До Уточнишь Желательно Периодически На палитре Создавать Условия Условия Значит Разжижения Тебе больше не нужны Ни чуть-чуть У тебя все Больше не разжижено Ни капли Нам нужна Вязкая Краска Краска У тебя Очень Густая Работа И Укладываем По направлению По Нужному Направлению Рублено Рублено Где-то Мигнул Розовый В большей степени Где-то Мигнул Желтый В большей степени И Рубка Формы Вот они Вот такой Пластилин Краски Ты видишь Сколько света Сразу Появилось В картине С появлением Этой Рыжести Оранжевой Разбеленности Да Свет 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 Теневые Любят Сиреневизну Белый В тени В солнечный день Особенно Сиреневат Поэтому Вместе с Сиреневизной Будут Рефлексы То зеленого То еще Какого-нибудь Все вместе Будут создавать Идею Теневой Внятная разница Между теневой Световой И Теневая Люди Сиреневизну Поэтому Везде Где у нас Теневая Сначала Сиреневизна А потом Внутри Сиреневизны Всякие Да Всякие Рефлексы Теплого Но Внутри Сиреневого То есть Сиреневый В основе А рефлексы Вот эти Отражатели Света Всякие Якие Ну и Внятно Темнее Чем Силет Ну Захотела Сбрила 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 Переместила Вот у тебя Здесь Теперь Будет море Понимаешь Зачем Что тут рисовать Смотри Смотри Сначала Создашь Вот это Вот это Я бы не стал Доходить до края Как и он Не стал Доходить Значит Сюда загнать Море Сначала Сначала Вот это Вот это А потом уже к этому Можно прибавить Цвет Какие-нибудь Вот такие Уже Уже Таким С очвяком С очвяком Обязательно Спрос Да Смотри 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 Так Светлый Каменюка Раз Вырезала его Светлый Каменюка Вырезала Угу Уложила 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 То есть На плоскости Разбила Очень хорошо Лепишь Давай туда Тоже еще Понагнетай Понагнетай А небочка Туда Значит Что касается Небочка Что-нибудь Облаковидное Туда Подсунуть Периодически Создавая условия Для чего-нибудь Красиво Ой Вот так вот Я сломала Ну что Ну Тогда Красивый Тогда Темп в работе Может быть Сильно Угу 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 Что-то там Несется Угу 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 Вот такое Что-нибудь Угу 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 Очень вкусно все Ну давай в том же духе Все правильно поступило Все Все умненько Угу Угу Такую охрен すы Теплину Очень 筋 Угу И все вместе Идеально Ну так хрен Здоровая У тебя И скалы И все Идеально Ну Каждый день Моюсь Всю Угу АА Ну Смотри смотреть тоже полезно я кстати это заметил по нескольким случаях смотрит складывать склад есть несколько человек которые очень много смотрят то как я делаю и очень мало рисуют но когда они начинают рисовать и они тоже это замечают вдруг оказывается что они выросли на на целую голову это нормальное так ну сказал это у нас более-менее сделаны а вот задник смотри в мутату но эту мутату чуть-чуть не 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 рифленкой вот этой вот риф фактуркой поддержать и вот оно море почти срослось по тональности с небом но при этом за счет того что у него другая структура за счет того что у моречка у нас структура рыхлая творожистая у нас появился появилась идея дали море и дали небо я взял большие мастихи и еще насаждаю вот эти звуки вот эти чем дальше клин горизонта все у нас дальник сел видно видно рябость но мало видно вот а здесь эта рябость чуть различима поэтому дополнишь дополнишь вот этой милой мелочевкой но при этом что все-таки цвета то читались чем ближе чем тем читабельнее здесь полу звуки а там вообще до тональность вот они здесь чуть читабельны а здесь все более читабельны аж до такой степени как у тебя вот этот чирк и чвяк чирк и чвяк смотри какая вкуснятина правда да неужели нет ну кто б сомневался а я вот нет конечно ты прямо как у лопе дэвэга а я вот я так нет да мне уже не а чем ближе идет горизонт но здесь здесь это почти не актуально потому что там вот такая полосочка это не 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 актуально ну вот края дальше темнее нормально что больше нормали за маляр что не будем уже с ними не мы адаптируем в эту в эту композиционную затею у нас там все в порядке вот такое вот какое-то такое и не надо ничего более смотри и вот такая полосочка вот читается темненькая смугленькая полосочка она рассказывает о горизонтали там еще менее различимая они рассказывают здесь даже может быть рассказывает о каких-то пригорках до наполнить абсолютно вот эту сухомятку холста до закрыть до упаковать краской то одним цветиком то другим то третьим до упаковать упаковать то есть выбрала какой-то цветик и пошла бомбить потом взяла бирюзовенький пошла бомбить то есть до бомбить здесь все всюду должна быть должно быть вещество вещество уложенное густо так же как вот в скалы эти вещи каменюка это некоторый характер гранита такой вот осадочный характер создаем эту осадочную идею как раз и в и в и так Субтитры сделал DimaTorzok Кроме идеи горизонтали, у нас есть еще идея фиолетовых мотивов, которые могли бы дополнить вертикалями. И ты видишь, как-то так уместно складывается. Тональность, ты видишь, почти совпадает их. То есть почти неразличима разница тональности. Очень темная под самой скалой. То есть отделить скалу очень темным очерчиванием. Можно пустить это очерчивание по высоте. То есть сделать идею отражения. И потом перебить горизонтальной укладкой. Будет дополнительный эффект и трюк. То есть вертикаль отражения, перебитая горизонталью плоскости, звучит. Но очень красиво и без тогу, поэтому если что, просто вот такими ступенями. Ступенями, зигзагообразными. Идеально будешь писать, у тебя все идеально. Ну что ты, это ж невооруженное мы даже глазу видим. А у меня вооруженное. Супер, супер. Смотри, как здесь. Смотри. Вместо ужина сахаром и, пожалуйста, все в ум и диета. А диету назовем сахаром. Точно. Ну, очень красиво. Ну да, тут бояться не будет. Я-то еще такая-то удивилась. Ага. Сейчас я попривыкну. И будет разбудить влечу. Смотри, как сладенько. Сладенько. Вот тут непонятно, что это. У тебя там очень красиво. Я такой, что вообще бы не трогал. И форма там все в порядке. Вплоть до того, что вообще не трогать. Настолько хорошее место. Очень хорошее, да. Значит, посмотри, я сделал цельно, да? Да. Вот цельности не хватает. Не хватает цельности теневого пятна. У меня цельное теневое. Цельное световое. Слишком этот кричащий звук. Хочется, чтобы... Ну, как вот теневое, цельное. Пригасить. Да. Давай. Что-то тени какие-то. Что-то сбиваю. Нет, все отлично. Все отлично. Если ты действительно маслом сейчас первый раз... Первый раз в жизни. Это слишком хорошо. В жизни. Это слишком... Мечталось. Хорошо. Ну, я... У меня все есть. Я заказала. Мне надо привезли. Угу. Вот. Прямо что-нибудь ложитесь. Ха-ха-ха. Единственное, что полетно на себя. Не замазала. А два дня я ждаюсь, пока близко будет моча. Я прям завтра. Правильно. А на чем? А на чем? Что на белом? Потом запчисли. А... Ты можешь взять гуашевые краски. Взять... Ну, или акварельные. Взять клей ПВА. Угу. И сделать грязюку. И все. И все. Клей ПВА станет пленкой. В курсе. Угу. Вот это вот небочка. Вот. И чего-то... Белила. Съели. Потому что важно еще на последнем этапе не перестараться. С правой говоришь. Правильно. Именно на последнем этапе. Тут доткнул. Тут доткнул. Руки дуят. И... Испортил. Угу. Угу. Такие еще. Угу. Угу. Не портить. Не доводить до... До... Пятерки. Удовлетвориться... Угу. Угу. Угудовлетвориться четверочкой. Угу. Угу. А иногда и троечкой. Угу. Угу. По мере, с каждой новой картиной есть надежда на то, что будет все лучше и лучше. Вот тогда и будут пятерочки. То есть работать в свой уровень, но самое главное в свое удовольствие. Чтобы не пытаться сегодня сделать так, как прилично будет сделать через некоторое время. Потому что это желание сделать супер, сверх всех поразить вокруг, это ведет всегда к творческой трагедии. А оно нам, по-моему, не нужно. Ты понимаешь, когда маслом берешь в руки, маешь вещи. Вот такие были, вот такие, а это чтобы не мешали. Когда она полностью, 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 где-то через полтора месяца просохнет окончательно. Возьмешь наждачечку, пройдешься, действительно колючку содрала, все, и у тебя очень хорошее самочувствие на картине. Даже уже по лаку или лакому уже? Не надо? Зачем лаком? Ее покрывать лаком не надо. Вот первый сеанс, он вообще не требует покрытия лаком. Вообще не. Слушай, ну молодец, вообще. Супер. Может быть здесь скучный край. Да, вот какой-то вот я его, не с руки как-то мне, вот, я его подрезала, вырезала. Покажи, как я ничего. Пока. Вот такой. С характером. Пусть будет ступенчатый. Да, да. Вот такой. Смотри, нет. Вот такой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Все, мармалет